представьте себе автомобиль это советский автопром если кто еще не знает так исполняет канал крупнокалиберный переполох у парней выбор оружия и боеприпасов такое что не в каждой игре найдешь и они во все этим пользуются вот недавно машину семью разными минами подрывали например а еще и сгоняли призрака из здоровенного автобуса а в новом сезоне как сказал бы мэтс ранчо ставки будут повышаться обещают завести бронетехнику гаубицы танки и много много взрывов и это хорошо значит что эта штука работает и пропустить невозможно подписаться необходимо ссылка в описании ну что ж друзья бахнем же ях вы глазник разрушительное ранчо перевод и озвучка зёбры привет с разрушительного ранчо меня звать мэт я рад вас видеть и сегодня мы расстреляем самодельное пуль непробиваемое стекло помните же мы такое делали недавно и неплохо даже пистолетные калибры оно ловило но сегодня сделаем шаг вперед и посмотрим сможет ли наше стекло стопарить уже винтовочные калибры в прошлый раз были тоненькие слои поликарбоната лексана и стекла, теперь слои стали здоровее и толщей надеюсь пули ловить они будут уже лучше вот видите сперва такой упитанный лексан дальше тоже толстый кусман стекла лексан стекло лексан и того пять слоев и есть надежда что они справятся по моей теории твердое стекло раздробит пульку а толстый поликарбонат ее словит пером он кстати идет чисто как прокладка если вот вдруг упадет чтоб стеклышка на морде то просто не разбилась именно так устроены заводские бронестекла которые мы стреляли на канале что бронестекло от хаммика что от банковской инкассаторской машины на всех слоями оно сделано чередуются значит ухватистые мягкие гнущиеся слои и очень очень твердые стекла ну давайте уже затестим начнем примерно где закончили в прошлый раз тогда 5,7 остановился а 5,56 прошел насквозь сегодня начнем типа между этих калибров с до звукового 300 блэкаута зиг ратлер в калибре 300 блэкаут патрончик толстячок ну и на конце глушитель сайленсерку омега под 30 калибр патроны эти дозвуковые значит скорость не сумасшедшая это нам поможет не пробить стекло и не слишком громкие даже наушники не нужны стреляю попробую в уголок попасть да эт безопасное стекло блинский слишком в край взял о боже глядите сюда значит не слишком в край пальнул прям очень отлично стекло сработало значит твердое наше стекло просто развалилось все но пулю остановило когда она во второй лист лексан уткнулась мы сейчас еще разок под нему пальнем не подумал я что это безопасное стекло безопасное вот так разбивается на кучу комочков таких без острых осколков сдвижны стеклянные двери из него сделаны если вдруг тыквой своей протаранишь тебе ее хоть не оттяпает в общем не планировал я этого потому как такое стекло в любом месте если разбить разбивается целиком ну как видите пойдем еще разок походу терь пробьет считай ведь все твердое стекло уже уничтожено вот трехсотый блэкаут в сравнении с 5.56 эта пулька намного меньше но настолько же и быстрее именно скорость пробивает такие вот цели это у нас галил и мы щас с него жахнем а знаете, точно с ним помешает, щас сошки навострю вот так опа предохранитель надо снять галилы ваще ткрутые, если кто не в курсе они похожи на калаши, но конструкция ваще другая так, щас мы выстрелим и походу пробьем стекло да, пулька его точняк пробила выглядит не очень вот где.. о, прикольно, свинец с трехсотого блэкаута из оболочки выбил, он вот тут сидел забавненько значит блэкаут на месте давайте первый слой осмотрим вот здесь 5.56 прошел насквозь.. разметал тут все стекло.. вошел во второй слой лексана.. вышел из него.. прошел стекло.. ух ты застрял.. да! тут такой небольшой бугорочек где 5.56 попал в пластину.. ну вопрос остается.. пуля то тут? нашел, ну ошметок.. вот частичка пули 5.56, раздербаненная совершенно.. смотрите.. черная типа сажа такая.. значит мы успешно.. да, кусочки тут.. ух ты, вот куча.. это все мелкие частички металла.. и стекла.. и сразу видно, есть крупные куски стекла, а тут такая стекольная пудра.. значит вмазала сюда мощно.. о, вот еще.. вмазала пулькой, свинцом этим.. просто размочалила.. лады.. мы остановили.. 5.56.. с самодельным бронестеклом.. спасибо за просмотр! люблю, да шутка еще есть.. думаете на 5.56 мы б закончили? после предыдущего ролика я подумал, блин, а хотелось бы попробовать 50ку бмг остановить.. я думаю, мы это смогем на разрушанчу.. так что.. мы сделали бронестеклышка чуть крупнее.. оно.. в два с лишним раза толще первого, которое вы только что видели.. лексан тут тот же толстый.. и стекло то же самое.. лексан стекло, лексан стекло, чередуются до конца.. всего 7 слоев лексана и 6 слоев стекла использовали для этого гигантского куска стекла.. надеюсь достаточного для остановки 50ки бмг.. но оно чуток прозрачное по идее, хотя сейчас только меня там видно.. ну отличный вид.. а вот вам заставил камеру сквозь стекло сфокусироваться.. вон мишени на той стороне видать.. значит насквозь можно смотреть.. оно как бы.. прозрачное.. ну прототип это, ребят, еще к выходу на рынок не готово.. но это стекло, насквозь видать.. а пули держит.. ииия заключил его в эту вот рамочку, мы ж не хотим, чтоб ошметки разлетались.. ну надо нам на рынок продукт вывести этот, так что не хотелось бы, чтоб после попадания крупной пули у клиентов глазищи стеклом были засыпаны.. вот.. поэтому такие рамки будем делать. прикольно же.. 50ка будет, но я тут подумал, классно бы что-то до нее попробовать.. поэтому сперва пальнем 7,62х54р из винтовки драгунова.. по сути, это такой автомат калашникова на стероидах.. значит патрон очень мощный.. скорость пули лютая.. и пуля то сама огромная.. ну я почти уверен что ее словит.. ну а счет не на сто процентов.. не готов я еще с пятидесятки стрелять.. надо узнать, чего это стекло выдержит, по уровням пройтись типа.. лады.. стреляю! кажись попал хорошо, и вроде бы пулю остановило.. входное вот здесь.. нет выходного.. все там растрескалось.. даже последний слой стекла.. ну последним лексан идет, а за ним сразу стекло.. все в осколках, тоже оно безопасное.. но оно все внутри осталось благодаря нашей рамке вокруг.. выпуклости нет, совсем.. не знаю как глубоко пуля вошла.. и разбирать чето страшно, а вдруг стекло вываливаться начнет.. так что думаю сразу уже с пятидесятки пальнем.. прям щас.. думаю сработает.. надеюсь.. значит вооот это драгунова.. ну не свдшка прям.. это клоуны, свдшки настоящие и дорогущие.. вот посмотрите.. пушка старая и вот оптика которая на ней стоит.. видите все такое там желтое.. еле-еле прицельная сетка видна, крохотная.. и желтое все, туманный такой прицельчик.. сильно отличается от современных прицелов которые я пользую.. но.. смотрится так круто, и вот ощущение дает прям соответствующее тому что от пушки этой ожидаешь, поэтому оставил его тут.. и терь момент которого вы все ждали.. пришла пора для пятидесятки бмг.. но.. я решил надо бы нам ставочки поднять чуток.. и поставил кое-что ценное за наше бронестекло.. которое кстати еще ни разу не попадалось в пятидесятки бмг на зубок.. вот значит наше стекло.. а за ним стоит мое ценнейшее сокровище.. золотце.. минивэнниха.. золотой минивэнчик.. если золотце получит дыру от пятидесятки бмг, весь этот день для меня пойдет насмарку.. я такого совершенно не хочу.. но я доверяю своему продукту.. я создал продукт, который я думаю остановит пятидесятку бмг.. а если нет золота ты прости, ну кто ж знал то.. на позицию, давайте, золотце, нормально все будет.. ничего не случится, не волнуйся, ласточка моя.. хорошо все будет.. пятидесятка бмг.. большая.. мазофаза.. оу блин.. остановит или нет.. вот в чем вопрос.. ладно.. пятидесятка бмг по бронестеклу.. стреляю.. кажется мы только что пятидесяткой золотце прострелили, причем на вылет.. вроде с той стороны видел пыль поднялась.. еще гопроха упала.. блинский.. золотце.. ты че молчишь то.. золотце.. попадание прям отличное.. ух че у нас.. золотце.. золотоце неет.. золотце простии.. брянский еж.. блинский.. золотце неет.. значит че тут получилось, народ.. пуля вошла сюда.. и такая.. ушла наверх вон туда.. прямо в дверную карту вон вошла.. задела низ стекла, а оно тоже безопасное.. иии.. блинский.. это оч плохо по двум причинам.. раз, это у нас самая надежная тачка.. и стекло целеньким было, чтоб когда дождь идет, внутрь мерзость и вонючесть не проникали.. а терь мерзовонючесть будет заходить, а машинка то все равно ездить будет и сохранить ее хочется, люблю я золотце.. нас гниет же все, блин, прости золотце.. новую дверь тебе купим.. точно золотце.. выгнула тут ее.. прямо.. значит пуля, вот видно по отверстию, подлетела сюда уже боком.. вмазала по дверце.. ваще она может в двери там валяться.. оч плохая идея.. да, да.. это третья пуля, полученная золотцем.. это.. 9мм, выпущенная Николаем Ирвингом.. случайно.. кстати, это еще до того, как минивэн обратился в золотце.. эт когда мы с оберсом и колей ирвингом катались с пулеметом гатлинга на заднем сиденье.. дверь начала закрываться и коля пальнул разок сквозь нее.. ээто тоже была дырка, аут леха отчебучил.. 9мм пальнул.. и вот я 50м калибром засадил, насквозь прошил.. ну прости, не думал я что так будет.. народ, ну может тут на лбу, точнее, на капоте уже написано.. что пора бы уже искать замену для старой золотцы.. потому что если ты не выдерживаешь разрушительное ранчо.. значит тебе тут не место.. надо ведь поспевать за командой.. орешки крепче грецких, не можешь держать удар.. вон с кухни.. да не, ну золотце прости.. не так сказал.. аж старенькая, нельзя так говорить.. но дни ее возможно сочтены.. не смогу я ее в дом престарелых заслать.. наверно надо ее красиво послать на небо.. и че б вы ребят хотели, чтоб мы сделали с золотцем напоследок.. креативней там, самую креативную идейку закреплю над всеми комментариями.. спасибо за просмотр второй части про наше самодельное пульнепробиваемое бронестекло.. надо третью часть, еще толще фигачить, чтоб уже реально 50ку бмг остановить.. спасибо за просмотр, ляблю вас и до встречи! я доктор чип